Микс Ньюс. Расстояние не имеет значения. Мне где-то еще минут семь надо для того, чтобы добраться до дома. Радио не мешают границы. Тепрое образование позитивное, экономический рост, улучшение уровня жизни. Все происходило во время моего премьерства. Самые откровенные мысли. Если я добрый человек, предположим, это другим судить, то от того, что я говорю, что у меня нет души в религиозном смысле, я не перестаю быть добрым. Только на Радио Болтком. Программа «Абонент доступен». Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работают Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев с нами на прямой связи по скайпу. Сегодня Фардин из Азаде, журналист из Азербайджана, военный корреспондент. Здравствуйте, Фардин. Здравствуйте, приветствую. Да, и вы также можете нам звонить по телефону прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните из-за рубежа код Латвии плюс 371 и пишите в WhatsApp 230-6191. Да, Фардин, мы следим за тем, что происходит за эскалацией конфликтов на Горном Карабахе. Что сейчас вам известно? Вы сказали как раз, что с утра вам пришлось очень интенсивно работать. Связано ли это с тем, что происходит сейчас? Ну да, в принципе, бои продолжаются, интенсивно их не спало. Какие они были в первый день, начало на 27 число, они сегодня таким же и остаются. И азербайджанская армия везет наступательные действия. Какая техника задействована в военных действиях сегодня? То есть это танки, вертолеты, системы залпового огня или что-то еще? Можете об этом рассказать? Ну да, работает тяжелая артиллерия в основном, беспилотные летательные аппараты, как вы видите, наверное, по сходкам. Азербайджан задействовал высокоточное вооружение, которое устраняет наступательные виды вооружения вооруженных сил Армении. Насколько вам кажется, Азербайджан превосходит или, может быть, не превосходит армянскую сторону? Ну, естественно, превосходит. Могу назвать только одну цифру, что только военный бюджет Азербайджана равен всему государственному бюджету Армении. Точнее, превышает весь государственный бюджет, не только армян, а превышает. То есть силы неравны выходят? Силы неравны, да. Силы неравны. И вот в таких условиях сегодня идет вот такое противостояние. Ну, что касается Армении, ведь у нее есть Искандеры, во всяком случае, об этом было заявлено. Подобные еще военные комплексы не использовались в этом конфликте, по крайней мере, такой информации не было. Возможно ли их применение и есть ли что-то подобное у Азербайджана? Ну да, Армения заявляла, что в случае необходимости она на высоком уровне. Они заявили недавно, по-моему, позавчера это было, что в случае необходимости они могут применить комплекс Искандер. Да, Азербайджан обладает альтернативным вооружением. Это белорусские полонезы и также есть комплекс, равносильный Искандеру, ничем не уступающий. Это израильские лоры. То есть в этом плане есть что противопоставить армянской стороне. Но применение этих комплексов, которые достаточно разрушительные, может вывести противостояние на какой-то новый виток эту эскалацию? Без того уже, в общем-то, полномасштабную войну, но тем не менее, пока еще такая тяжелая техника не использовалась. Да, такая тяжелая техника не использовалась. Но война, она сегодня на самом деле есть и полномасштабная, потому что она ведется по всему периметру линии соприкосновения. То есть сказать, что это какие-то боевые стычки где-то там на каких-то участках линии фронта, нет. Она идет по всему периметру соприкосновения. Ну, это полномасштабная война, как вы сейчас сказали. Есть ли какие-то, ну, наверное, может быть, ожидания или прогнозы о ее продолжительности на сегодняшний день? Что говорят власти и люди? Экспертов в том числе. Насчет экспертов там разные мнения. А вот насчет позиции властей и общественности, я могу судить только по общественности Азербайджана, да, все хотят идти до конца. То есть в этом вопросе общественность не то чтобы на стороне правительства, а требует от правительства идти до конца, освободить все захваченные территории в начале 90-х годов прошлого века. То есть вот такая сегодня наблюдается ситуация. Ну, власти Армении признали, что не исключено, что они могут признать независимость Нагорного Карабаха. Как это повлияет на исход событий, если это случится? Таким образом, власти Армении полностью развяжут руки Азербайджану. Вот. И, наверное, это может привести к более болезненным, я скажем, последствиям для самой же Армении. Что касается символа этой войны, Степанакерт, столица непризнанной республики, вот рассматривается ли Степанакерт и взятие Степанакерта или не взятие, вот как некий критерий того, кто победит в этой истории? Если власти говорят, что идем до победного конца, до конца, если общественность требует идти до конца, естественно, война будет идти до конца, до победного конца. То есть, смотрите, ведь вопрос в чем состоит? Говорят, нет альтернативы мирным переговорам. Да, мы согласны, что нет альтернативы мирным переговорам. Переговоры шли 30 лет до этого. Вы сами знаете, не будем входить в предыстории, что там было, кто там занимается этим. Переговоры шли, однако они не увенчались успехом. Они, скажем так, тормознулись буквально плюс-минус с середины 2018 года. После этого никаких субстантивных каких-то переговоров не было проведено. Были требования о каких-то новых форматах, были выдвинуты новые неприемлемые условия, были сделаны заявления о том, что Карабах — это Армения. О каких мирных переговорах можно идти, если официальная позиция Армении заключается в том, что Карабах — это Армения. То есть, тут налицо пакт желания аннексировать территорию Азербайджана. Ведь международные документы, которые призывают к миру, и международные посредники, они разработали очень четкие недвусмысленные документы, согласно которым на первом этапе должны были освободиться территории вокруг самого Карабаха. А потом уже посредством международных посредников определить статус. В том числе для определения статуса должны были вернуться в свои дома вынуждены переселённые лица из Нагорного Карабаха и территории, прилегающих к нему. Всего этого нет, всего этого не было реализовано. Азербайджан 30 лет ждал. И вот последняя эскалация в этом году, два раза до этого была эскалация, один раз на границе с Арменией, в Таузском районе, который вообще не имеет отношения к Карабаху. И вообще-то, если посмотреть, 300 километров в отдалённости от Нагорного Карабаха. И ситуация с пленением армянского дивизианта на линии соприкосновения. И вот эта третья эскалация, которая пришлась на 27 число, уже полностью развязала руки Азербайджану. То есть каждому терпению есть свой предел, скажем так. И вот развязалась, развязалась, идёт. И общественность требует от правительства идти, как я уже сказал, до конца. То есть не ограничиваться, как в 2016 году, это было какими-то двумя-тремя высотами, и остановить войну. Я думаю, что на данном этапе мирные переговоры уже будут идти параллельно боевым действиям. Это моё мнение, что Азербайджан, я думаю, не будет останавливаться, чтобы провести мирные переговоры. Переговоры, если они будут. Хотя Пашинян вчера, если не ошибаюсь, заявил, что на данном этапе переговоров быть не может. Вот. Развучало такое заявление из Уста Пашиняна в интервью российским СМИ. Да, это было вчера. Он оформил свою позицию вот таким образом. Но если переговоров на данном этапе не может быть тогда о чём говорить, кроме как о войне. Я так понимаю, что позиция Азербайджана, и ваше мнение заключается в том, что Армения первой начала именно эту эскалацию конфликта. Если не уходить сейчас с корнями в историю, безусловно, это может быть такой долгий разговор. Но вы говорите сейчас о том, что всё-таки эта война была неизбежностью уже. Да, эта война была неизбежностью. И знаете, можно много спорить о том, кто первый начал. Но тут есть один хороший тонкий момент, да? Международное сообщество и её документы, которые признают территориальную целостность Азербайджана. Которые признают Нагорный Карабах территорию Азербайджана. То есть ни одна страна не признала Карабах как независимое государство. А другой документ. Совета безопасности. Устава ООН. 51-я статья. Устава ООН говорит о том, что при любой угрозе государственной целостности страна имеет право всеми методами, в том числе методом силы, то есть войной, да? Отстоять свои территории в рамках международно признанных границ. Будем, если опираться на логик, кто первый начал, то есть это ничего не даст. Нужно апеллировать на то, что имеет право, например, стороны Азербайджан в данном конкретном случае. Азербайджан может руководствоваться с 51-й статьей устава ООН. Имеет полное право. И об этом на самом высших уровнях было неоднократно заявлено. И президент об этом говорил, и глава МИД об этом говорил, что не только вот в этот период, да и в предыдущие годы тоже, если Армения не займет конструктивную позицию, мы будем вынуждены как бы восстановить свой суверенитет над этими территориями путем боевых действий. К этому и пришли, как говорится. Что касается России, потому что Россия пока достаточно осторожна в своих высказываниях, потому что Россия и Армения являются членами ОДКБ, Азербайджан не является. В то же время Азербайджан является достаточно близким партнером Москвы, и Москва продавала оружие на 5 миллиардов, если я не ошибаюсь, было продано различных вооружений. Как оценивается роль и фактор Москвы в этой истории, фактор России? Ну, фактор России в регионе и в целом на всем постсоветском пространстве, он очень даже велик. Что касается данного конкретного случая, да, боевые действия ведь проходят на территории Азербайджана. То есть они не выходят за рамки вот этих государственных границ. Поэтому здесь вовлечение, как стороны конфликта России в этот конфликт, я не вижу каким-то уместным, что ли, или логическим. Этого не будет, Москва на это не пойдет, Москва не испортит отношения с Азербайджаном. В том числе потому, что, смотрите, Грузия уже отошла, да, от России, от подсоветского пространства. В каком плане? В политическом плане. Грузия как бы политически идет на запад. Взяла курс на запад и идет туда, уверенными шагами. То есть влияния Москвы на Грузию особо такой нет. На Армению влияние России было. Москва влияла при свеже Саркисиане и Кашарьяне. Это было. Сегодня уходит Армения. И вмешаться на стороне Армении против Азербайджана России просто невыгодно. Потому что уйдет и Азербайджан. А ОДКБ, который все-таки накладывает на Россию определенные обязательства, в случае, если конфликт выйдет за пределы территории, соответственно, если столкнуться Азербайджан и Армения уже непосредственно через границу, то тогда ОДКБ же включается в игру как бы формально. И я абсолютно уверен, что конфликт не выйдет за рамки границы Азербайджана. И поэтому вот этот фактор ОДКБ полностью исключается. Да, были попытки вовлечь ОДКБ в этот конфликт. Даже во время вот этой последней эскалации якобы Азербайджан нанес удары. Но ничем это не было подтверждено. Удары по городу Варданис, который граничит с Азербайджаном. Потом они попытались выдать крушение своего Су-25 в таком ключе, что якобы турецкий Ф-16 сбил его на территории Армении. Спустя день глава сепаратистов на Горном Карабахе заявил, что нет, все-таки Су-25 был сбит над Карабахом. Ф-16 там появлялся. То есть противоречивые заявления были. И в то же время были попытки вовлечь международное сообщество в этот конфликт. В том числе были спекуляции на тот факт, что якобы Азербайджан при помощи Турции из Ближнего Востока завез террористов, которые будут вовлечены в боевые действия против Армении в войне за Карабах. То есть это имело место. Но ведь, кстати, Айк Халатян, который был у нас вчера, политолог, армянский политолог, он говорил о том, что информация о возможных наемниках появилась как раз на лентах крупнейших мировых информационных агентств, рейтерс и так далее. То есть и что этот факт некой нейтральной стороны может свидетельствовать о том, что действительно такая информация имеет место быть. На рейтерсе была такая информация, но рейтерс на какой-то сомнительный источник чего-то, вот я сейчас формулировку не помню, как они там написали, источник был какой-то, но мы с вами журналисты, мы понимаем, что источник может быть или неназванный, или конкретный. А у них даже источник неназванный был какой-то сомнительный. То есть факт о переброске, ну сами смотрите, они называют цифры от полутора до четырех тысяч человек. наемников. Скрыть такую информацию, то есть такую переброску, такого числа контингента наемников невозможно. Они где-то должны засветиться по-любому. Это во-первых. Во-вторых, маршрут. Сколько маршрутов авиарейцев нужно сделать между Ближним Востоком, между той же Турцией, чтобы перебросить четыре тысячи боевиков в Азербайджан. И потом, Южный Тавказ, это, вы сами знаете, горячая точка земного шара. И здесь сконцентрировано внимание всех и региональных, и глобальных игроков. То есть перебросить какими-то тайными путями столько боевиков, это просто нереально. Азербайджан самодостаточная страна. Азербайджан обладает огромной армией. У Азербайджана человеческий потенциал. 10 миллионов населения. У Азербайджана огромное количество вооружений, которое закупало. Тут же не только у России мы закупали на 5 миллиардов долларов вооружения. Израиль, технический партнер Азербайджана. У нас турецкое вооружение. У нас есть и другое вооружение. То есть необходимости какой-либо кого-то нанимать у Азербайджана просто нет. И Азербайджан всегда ведет выведенную, вы, наверное, замечали, да, политику, в частности, международную, в которой придраться невозможно. Азербайджан просто, руководство Азербайджана этого не даст, чтобы кто-то как-то вот в такой форме обвинил Азербайджан в каком-то сотрудничестве с террористическими группировками или боевиками. То есть это из пальца высосанная информация. Кстати, подача была не только в Рюйтэжде. Изначально эта информация пошла в армянских СМИ. Далее ряд российских СМИ начали мустировать эту информацию о боевиках. Потом уже европейские СМИ подхватили. То есть, да, пишут, кто-то пишет, что азербайджанская сторона при помощи турецких этих пытается при помощи боевиков отвоевать Карабах. Но факта участия или факта переброски нету, не зафиксировано не было. И вот уже несколько дней идет война. Да пусть покажут хотя бы одного плененного. Они же утверждают, они же говорят, что вот столько-то азербайджанских солдат уложили, вот столько-то у нас, не знаю, на руках это, это, это. Но пускай покажут среди них хотя бы одного боевика. Хотя бы одного. У нас звонок, радиослушатель на линии. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, да, меня зовут Иван. Я хотел просто, чтобы ваш собеседник прокомментировал информацию, ну, официальную о том, как говорили президент Турции и его министр иностранных дел о том, что они полностью поддерживают Азербайджан. Не только морально, но и в том числе, если надо, могут оказывать военную помощь. Но и в свете вот таких вот сообщений, имеет ли, скажем так, моральное право даже Россия, а также оказывать помощь Армении, в том числе и военную. Да, спасибо вам. Я так понял, речь о России, да, что имеет ли Россия право. Ну, поскольку Турция заявила о том, что она на стороне Азербайджана, имеет ли право. Первую часть понял, вторую часть, речь о России, да, что имеет ли моральное право Россия. Да, были такие заявления со стороны Турции, да, Азербайджан и Турция это близкие партнеры, это близкие не только в политическом смысле, близкие по духу и национально две страны. Это ни для кого не секрет. Да, Турция на самом высшем уровне заявила о любой поддержке Азербайджана. Эта поддержка не в первый раз озвучивается. То есть делать акцент на том, что вот сейчас идут боевые действия и Турция выразила поддержку. Турция с самого начала поддерживал Азербайджан и продолжает эту политику. То же самое делает Азербайджан. То есть это поддержка друг другу взаимная. Что касается морального права России поддержать Армению, в том числе в военном составляющем, да. Когда начались боевые действия в Товусском районе 12 июля и продолжались несколько дней, активная фаза 4 дня и после этого тоже были стычки. И они продолжаются по сей день. 17 июля Россия начала поставлять в Армению грузы военного характера, да. Было совершено несколько рейсов. Об этом говорил даже сам президент Ильхам Алиев. Об этом он говорил по телефону с Владимиром Путиным. Что по имеющимся достоверным сведениям, начиная с 17 июля, в Армению было доставлено 400 тонн военного груза. То есть уже говорится о том, что имеет ли Россия моральное право. Я не знаю, имеет она это право или нет, не мне судить Россию. Но факт того, что Россия оказывала военную помощь Армении во время боевых действий, это имеет место. У нас еще звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, меня зовут Николай. Я сначала слушаю, не знаю, поднимался ли этот вопрос. Но вот в некоторых телеграм-каналах писали о том, что Пашинян, как ставленник Сороса, специально вот эту провокацию сделал, чтобы Россию именно втянуть в этот конфликт. Понятно, что России невыгодно это все. Но вот если вы посмотрите, да, на последнее время Украина, Белоруссия, Сирия, сейчас Армения. То есть Россию пытаются втягивать вокруг вот такие конфликты, которые России сегодня не нужна. В первую очередь с экономической точки зрения это расходы, а с политической точки зрения, правильно сказал ваш собеседник, Азербайджан всегда вел взвешенную политику, и сын ведет, и также отец вел взвешенную политику по отношению к России, и сын продолжает эту же политику. Задавайте вопрос, чтобы гость мог ответить просто немного времени. Я согласен с тем, что Армения, то, что сейчас происходит, это сделано, понятно, что это конфликт застарелый, да, но то, что он произошел именно сейчас, это продолжение Белоруссии, скажем так. Да, спасибо. Ну вот это продолжение Белоруссии, у нашего слушателя это было утверждение, я задам вам вопрос. Ну, все возможно, да, этот конфликт может иметь многоходовку, скажем так. Но утверждать, что это продолжение Белоруссии я не возьмусь. Я не возьмусь, могу сказать только то, что вот есть попытка перенести конфликт на формат международный. Смотрите, Пашинян два раза уже звонил Путину со временем 27-го числа. Последний звонок был вчера, да, по-моему, позавчера. Позавчера, после интервью российскому Первому каналу, Пашинян сразу появилась информация, что Пашинян звонил Путину, и они обсуждали боевые действия в зоне конфликта. Вот. Ну, видимо, что-то пошло не так. После двух телефонных разговоров Путин ни разу не позвонил Алиеву, и ни разу об этом не было обмолвлено слово. Только на уровне министров иностранных дел пошли разговоры, и, если не ошибаюсь, на уровне парламентариев. Какие после были попытки Пашиняна? После он говорил с президентом Франции, тоже нажаловался, и буквально вчера говорил с президентом Ирана Рухани. И вот сегодня появилась информация такая, что война в Карабахе, это тоже от армянской стороны, но, по-моему, это глава сепаратистов, Араик Арутинян уже сделал заявление, что война в Карабахе в том числе направлена против Ирана. То есть вот такие спекуляции международные, да, на международной площадке, что это может затронуть и вас, это может затронуть и вас, это может затронуть и Россию, и весь регион. Да, полухнуть регион может, есть риск такой, что регион может полухнуть. Но если этот конфликт касается Азербайджана и Армении, каким боком он может быть направлен против Ирана, или каким образом он может быть направлен против России. Да, против России он может быть направлен, если учитывать тот факт, ту ситуацию, которая сейчас наблюдается на постсоветском пространстве, Беларусь, Украина там и другие страны, да. Может быть, в этом смысле, да, есть попытка вовлечь Россию в конфликт, как уже сказал вот наш слушатель, да, вовлечь, чтобы оказать какое-то вот, истощение в экономическом плане. Ну, если говорить об еще одном утверждении нашего слушателя по поводу того, что Никола Пашинян является ставленником Сороса, президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил о том, что Пашинян ставленник Сороса. Вот на основании чего было сделано президентом такое заявление? Нет ли здесь спекуляций бездоказательной? Ну, знаете, это не только президент Азербайджана выступал с таким заявлением, это на разных уровнях и в России об этом говорят. Наверное, он не на какие-то факты основывается. Честно, я насчет этого не интересовался. Может быть, все может. Президент Азербайджана, вот, скажем так, президент Азербайджана, я за свою журналистскую деятельность еще ни разу не видел, что президент Азербайджана с воздуха какие-то заявления делал. Он всегда апеллирует фактами, если даже он их не раскрывает. А уже в последующем с течением времени видишь, что, а, вот, видимо, на этот факт Алиев опирался, когда о чем-то заявлял. Хочу сказать, что президент Алиев, он глава государства и, естественно, владеет какой-то инсайдерской информацией. И, скорее всего, я даже убежден, не скорее всего, я даже убежден, что он именно руководствуясь достоверной информацией сделал такие заявления. То есть он пустословием не будет заниматься. Да, примем еще звонок. Здравствуйте, мы слушаем вас. Слушаем вас. Добрый день. Да, задавайте вопрос. Добрый день. Добрый день, болтком, уважаемые ведущие. Роман, Анечка, Виктор. Меня Вадим зовут. Уважаемый политолог. Уважаемый политолог. У нас журналист на связи, не политолог. Ну, задавайте вопрос, неважно. Прекрасно, прекрасно. Тем не менее, уважаемый собеседник, вы ушли от четко поставленного вопроса. Я спрашиваю снова. И президент Турции, господин Раджет Тай-Пардоган, и министр Чаву Шаглу заявили всему миру абсолютно четко. Мы готовы поддержать Азербайджан и морально, и политически, и в бою. То есть на поле боя. Прямым участием вооруженных сил Турции в войне. Ваш вопрос, пожалуйста. Ответьте от ответа, ответьте на этот вопрос. На какой вопрос? Спасибо. Какой вопрос? Да, Виктор. Я четко изложил. Нет, вы изложили. Разве наш собеседник не понял? Мы не совсем вас поняли. Вы хотите спросить, участвует ли Турция в прямых столкновениях, Виктор? Вы имеете в виду влияние Турции, да? Ну, совершенно точно. Все, спасибо вам. Спасибо. На сегодняшний день и в будущем Турция не участвует в прямых столкновениях с Арменией. И в будущем для участия Турции не будет никакой нужды. Да, Турция партнер Азербайджана. Да, Турция политически поддерживает Азербайджан. Да, Азербайджан и Турция имеют военно-техническое сотрудничество. Да, азербайджанские военные участвуют на территории Турции в военных участиях. Да, военнослужащие Турции в том числе участвуют в военных учениях на территории Азербайджана. То есть, такое сотрудничество есть, имеет место, было и будет. То есть, это курс двух стран. Это с одной стороны. Участия Турции в боевых действиях нет и не будет. В этом нет нужды. Поскольку, элементарный пример. Азербайджан. Население Азербайджана 10 миллионов. Население Армении до 2 миллионов еле доходит. То есть, будь то человеческие ресурсы, будь то военно-технические ресурсы. Азербайджан в этом не нуждается. Что касается населения Нагорного Карабаха, в случае, если азербайджанские войска установят контроль над регионом, что будет с населением, в том числе с армянской частью и симпатизирующим Армении? Азербайджан на самом высоком уровне не раз заявлял, что это граждане Азербайджана. То есть, армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, это граждане Азербайджана. На сегодняшний день в Азербайджане проживает 30 тысяч армян. Я не имею в виду Нагорный Карабах. То есть, Нагорный Карабах де-факто контролируется армянскими вооруженными силами. Я имею в виду ту территорию, которая под юрисдикцией Азербайджана на сегодняшний день. Проживает более 30 тысяч армян. Нормально. Давайте зададимся другим вопросом. А проживает ли в Армении азербайджанцы? Есть ли спор за Нагорный Карабах? Почему в 1988 году было изгнано 250 тысяч азербайджанцев непосредственно из самой Армении? То есть, у конфликта, как вы видите, очень много сложных таких моментов. Да, возвращаясь к вашему вопросу, еще раз повторюсь, что Азербайджан неоднократно заявлял об этом. Азербайджан на сегодняшний день тоже остается при тех же позициях, что армяне Нагорного Карабаха – это граждане Азербайджана. И еще важным фактором вопроса урегулирования документов минской группы был тот момент, что армянская и азербайджанская общины Нагорного Карабаха должны вместе определить статус. То есть, этот момент тоже есть. То есть, тут вопрос ребром не стоит, что армяне должны уехать. Нет, этого вопроса нету, не было и не будет. В Азербайджане нормально проживают и евреи, очень большая русская община, в Азербайджане лизгины, в Азербайджане талыши, в Азербайджане есть татское население. Очень много разных национальностей. То есть, все нормально проживают, в том числе и армяне. Ну, спрашивали ли у жителей Нагорного Карабаха о том, с кем они хотят быть? Проводились соответствующие вопросы. Да, опросы, и какое мнение, если проводилось? У кого спросить? У жителей Нагорного Карабаха? Нет, ну у всех. Там же должна быть еще азербайджанская община, чтобы спросить, с кем вы хотите жить. Конечно, у всех, у всех жителей. Были ли такие опросы проводились, какие-то социологические, объективные? Я не встречал таких социологических опросов. Ну, то есть, получается, что их мнение не учитывается при этом конфликте? Мнение тех людей, которые там проживают? Ну, естественно, не учитывается. Там установлен режим Армении, хотя говорят, что отдельная какая-то республика, независимая, утвердилась за эти годы. Там, не знаю, экономическое развитие и все такое. За счет чего там экономическое развитие? Если у этих людей, у этого населения нет кооперации с внешним миром, разве что только с Арменией. Так идет у них экономическое развитие. Очень большой вопрос. Между прочим, во время президентства Гейтара Алиева, Армении было сделано очень хорошее предложение. Все трубопроводы, которые из Азербайджана идут в Европу, через территорию Армении в обмен на деоккупацию региона. Руководство Армении на это не пошло. И потом еще обвиняют Азербайджан в том, что Азербайджан развязывает боевые действия. У вас лично есть, может быть, друзья, знакомые в Армении? Как вот на бытовом уровне осуществляется этот диалог? У меня в друзьях есть лица армянской национальности. Я даже этого не скрываю. Нормальные, адекватные люди. Я бы не сказал, что я с ними каждый день общаюсь, но они у меня в друзьях есть. У вас нет по идеологическим соображениям каких-то разночтений разных позиций, ссор из-за этого? Нет, нет. Это те люди, которые считают провальной и неправильной политику официального Еревана. И считают, что с Азербайджаном нужно договориться, как урегулировать этот конфликт. И что в конечном итоге привезет к деблокации. Сейчас же в блокаде находится Армения. С одной стороны Турция, с другой стороны Азербайджан. Кооперация, которая привезет к блокаде Армении. То есть откроются границы, там будет наладиться коммуникация, экономическое взаимодействие. И естественно взаимодействие на уровне уже граждан. Ну что ж, спасибо вам, Фардин СЗД. Азербайджанский журналист был с нами на прямой связи. Спасибо вам, что нашли время и вышли в прямой эфир нашей программы. Да, благодарим вас. Всего доброго. Вам спасибо, что дали возможность поговорить, высказать свое мнение. Всего доброго. Спасибо, что дали.